Все хлебозаводы страны работают круглосуточно для того, чтобы мы с вами каждое утро могли в магазине купить свежий хлеб. К примеру, в этом контейнере 140 еще тепленьких булочек. Что ж, давайте грузить. Пока одни водители спешат со свежей выпечкой в торговые сети, другие торопятся забрать каждое зернышко с поля. Здесь свои правила дорожного движения. Водитель с 20-летним стажем Сергей Каплун рассказывает о нюансах полевой логистики. Загорелись проблесковые маячки желтого цвета, бункер комбайна полон, нужно срочно выгружать зерно. Чем быстрее, тем лучше. На счету каждая минута. Говорили, что была суша, урожая не будет, но настолько, как я уже вожу, мне кажется, урожай неплохой довольно-таки. Будем с хлебом. Из кабины живописный пейзаж. На поле одновременно работает 14 комбайнов. Заполнив прицеп зерном, двигаемся в сторону проезжей части и даже не догадываемся, что нас ждет незапланированная остановка. Итог вчерашних дождей. Машина буксует, казалось бы, на ровном месте. В прицепе порядка 30 тонн груза. Очевидно, самим не справится. Интересно, долго ли придется ждать подмогу? Михайловна, я не доехал. Метров 200. Оказалось, наша ситуация ожидаемая. И после дождей в поле всегда дежурит трактор. Через пять минут мы спасены, а значит, собранный урожай незамедлительно будет доставлен в пункт назначения. 30 километров дороги, и мы у Борисовского комбината хлебопродуктов. Это одно из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий страны. Прежде чем автомобиль попадает на территорию, дезинфекция колес. Ежедневно здесь принимают до 200 машин. Зерно привозят со всех районов Минской области. А это более 8 тысяч тонн сырья в сутки. Пока в лидерах не свежский край. Ненамного отстают Копольский и Солигорский районы. Этот период ждем. То есть вот она пошла с заготовкой, и все людей переводят с других структурных подразделений. Допустим, тот же диспетчерский пункт, тоже люди приходят из планового отдела, из центрального склада. То есть все уже настолько слажено и отработано. То есть люди этого периода ждут и очень ответственно к этому относятся. При въезде обязательная проверка качества зерна в лаборатории. С помощью джойстика запускаем железную руку в кузов, набираем необходимое количество, оцениваем основные показатели. К примеру, влажность, количество и качество сырой клейковины. От этого зависит, для каких целей будет использоваться зерно. Вот это пшеница. На аппарате проверяем натуру, влажность, натура 15,6. Это хороший показатель? Хороший показатель. На пути к элеватору даже образуются небольшие пробки. Сегодня погожий день. Грузовики с ценным грузом следуют один за другим. В своей очереди ждет и уже знакомый нам Сергей Каплун. Все хорошо, все отлично. Погода почти сопутствует. Каждую машину взвешивают и золото отправляется в закрома. Всего в этом году здесь планируют заготовить 93 600 тонн продовольственной пшеницы, ржи и ячменя. Третья часть госзаказа уже собрана. Не каждому дано искусство зерно в муку перемолоть. Такой цитатой встречает нас мельница. И только попадая внутрь, понимаем смысл цитаты. Загружено у нас на 365 дней в году. 24 на 7. Это последние лет 15 она таким образом работает. Только остановки на декадные ремонты, годовые ремонты. В чем планово. Если какие-то аварии, они незамедлительно устраняются, мы дальше работаем. Мельница автоматизирована, но искусственный интеллект не может полностью заменить человека. В бригаде 7 человек. Мастер смены, слесарь, наладчик оборудования и 4 оператора процесса переработки зерна. Весь процесс на мониторе, но для обывателя это всего лишь набор цифр, таблиц и диаграмм. Здесь мы следим за работой машин, нагрузкой, за датчиками верхнего и нижнего уровня, за частотой вращения шлюзовых затворов и так далее, за наполнением бункеров. А это размольное отделение. Здесь происходит многократное измельчение и просеивание зерна, деление муки на сорта. Весь процесс закрытый, потому что пыль при соединении с воздухом преобразуется во взрывоопасную смесь. Поэтому муку в привычном виде мы увидим только в хранилище. Эти мешки скоро отправятся на хлебозаводы и макаронные производства. Мы находимся на первом этапе производства макаронных изделий. Мука поступает в специальный элеватор, смешивается с водой и переходит в пресс. Вода плюс мука и никаких добавок. Это и есть рецепт идеальных вермишелек. В Борисове, к слову, расположена единственная в стране линия по производству длинных макарон. Интересуемся у начальника цеха, что влияет на стоимость продукта. И всегда ли дороже, значит вкуснее. Занимаем на белорусском рынке 72%. Удешевление продукции у нас происходит из-за того, что мы очень большой филиал. Мы выращиваем сами зерно, сами его перерабатываем. Нет никакого покупного материала. Мы имеем такую хорошую цену для белорусского потребителя. Ждут муку из зерна нового урожая на местном хлебозаводе. Дело в том, что в производство ее вводят постепенно. Она должна отлежаться, иначе буханка не будет пышной, а мякиш получится неэластичным. Для хлеборобов важна каждая мелочь. Ведь на каждом этапе производства от зерна до ароматного каравая они оставляют частичку души. Мы любим свою работу. Стараемся для людей сделать самое лучшее. В главном эфире Илона Волонец, Анзор Тужаев и Александр Самойлович.